Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Ведущий Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Возвращение, заботу и любовь. И то внимание, которое вы дарите нашим, вашим деткам каждый день. Сегодня в этой школе работает команда профессионалов, которая делится своими знаниями, которая делится своей любовью, частичкой своей души. Я часто бываю в этой школе, и я вижу, с какой теплотой встречают в этой школе данных деток. Я вас заверяю, дорогие родители, что вашим деткам здесь очень и очень комфортно. Среди нас живут, работают, учатся такие вот детки и люди, и что они такие же равные, как и мы с вами, что мы их все любим и готовы всегда поддержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Карачаево-Чикесии завершился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего отремонтировано более 32 километров автомобильных дорог. Из них чуть более 13 километров отремонтированы в республиканской столице. Это 28 участков. 14 километров – это участок дороги Архиз-Дука-Луная-Поляна. И 5 километров – отрезок дороги Черкес-Кхабес-подъезд к Мцуархиз. Важный логистический объект в Карачаево-Чикесии будет сдан досрочно. В ауле «Козелоктябрь» на финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту моста через реку Кордоник. Он соединяет между собой находящиеся на разных берегах две части населенного пункта, а потому имеет огромное значение для жизни аула. Рассказывает главный инженер управления Карачаево-Чикесской автодор Моэт Хутов. На данном мосту предусмотрена безопасность проезжей части, безопасность пешеходов посредством перильного ограждения для пешеходов. Оно оцинковано у нас современное. И барьерное ограждение М11. Это мостовое сооружение, которое выдерживает нагрузку для сталкивающихся автомобилей, чтобы никто у нас не слетел с данного моста. Розоподъемность данного моста у нас современная. По мостовым нормам он А11Н11, что в простонародье можно сказать, что в одиночном порядке до 200 тонн он выдерживает. Члена общества «Царьград» Ольгу Гудимову наградили в рамках празднования 90-летия Института гуманитарных исследований при правительстве республики. Награда вручена за организацию научно-исследовательской работы в области казачьей истории, культуры, быта и традиций казаков. Рассказывает руководитель оригинального общества «Царьград» Денис Струговцов. Награда вручена за организацию научно-исследовательской работы в области казачьей истории, культуры, быта и традиций казаков. Собрание и сохранение казачьего фольклора кубанского и верхнекубанского казачества. Ольга Анатольевна Гудимова – одна из двух ученых, которая разработала методику преподавания истории, литературы и культуры кубанского казачества для средних школ Карачаева-Черкесии. Жительница Усть-Джигутинского района лишилась более 240 тысяч рублей, поддавшись на уловки мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудникам банка и сообщила, что на ее имя пытаются оформить кредит. И для того, чтобы сохранить свои сбережения, ей необходимо одобрить указанную заявку на кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Следуя инструкциям, звонившая, потерпевшая одобрила заявку и несколькими транзакциями перевела на разные счета денежные средства. Общая сумма ущерба составила 243 тысячи рублей. Госавтоинспекция МВД по Карачаевой-Черкесии рекомендует поставить мототранспортные средства на зимнюю стоянку. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Карачаевой-Черкесии Лилия Гогушева. По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачаевой-Черкесии с участием двухколесных транспортных средств зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека и 25 получили ранения различной степени тяжести. В связи с наступлением холодов Госавтоинспекция Республики призывает мотоциклистов воздержаться от езды на двухколесной технике до установления стойкого плюсового температурного режима. Стоит отметить, что мотоцикл даже в теплый сезон является для водителя транспортным средством повышенной опасности. Особенно риску подвергаются байкеры, передвигающиеся по дорогам, на которых образовалась наледь. Меньшая по сравнению с автомобилем устойчивость мотоцикла, а также низкие температуры и весьма малый коэффициент сцепления шин с дорогой приводят к потере управления мотоциклом и падению байкера. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и взаимовежливы на дороге. Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката. Для того, чтобы оформить пособие, нужно зайти на госуслуги, выбрать сервис пособия по беременности и родам для уволенных женщин и подтвердить персональные данные. Далее останется только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление. В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия. При этом иногда могут понадобиться уточняющие сведения, например, свидетельство о рождении ребенка, если оно выдано за пределами страны или решение суда об усыновлении, которое выдается только усыновителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу пенсионного фонда. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. В преддверии праздника матери казачки в библиотеке Медногорского городского поселения состоялось праздничное мероприятие. В нем приняли участие казачки Урупского районного казачьего общества, мамочки, бабушки, жены воинов, казаков, находящихся на линии фронта специальной военной операции. Информацию комментирует библиотекарь Медногорской библиотеки, руководитель казачьего патриотического клуба «Люба» Лариса Медведева. Теплыми словами от имени администрации Урупского муниципального района женщин-казачек поздравила заместитель главы Валюхова Оксана Анатольевна. С наилучшими пожеланиями артаманы вручили казачкам букеты и памятные подарки. Продолжилось мероприятие праздничной программой «Казачье наследие для духа, души и тела», в котором шла речь о том, что суровые, сильные и уверенные в себе воины свято почитали женщину-казачку. В программе прозвучало много старинных казачьих песен о войне и казачьей доле, о любви к матушке России и любушке жене. Закончилось мероприятие на позитивной ноте с чаепитием и песнями. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел межорегиональный научный семинар в вековом потоке перемен языки, традиции, память. Участники мероприятия обсудили роль языка в формировании и сохранении этнической идентичности, традиционную культуру народов Северного Кавказа, приоритеты, особенности и тенденции его развития и другие темы. Фонд «Жар Птица» с 1 декабря текущего года по 1 марта следующего года проводит на территории Карачаево-Черкесии пятый республиканский благотворительный марафон «Сострадание», целью которого является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и подопечным детских социальных учреждений региона. По итогам 4-го республиканского марафона материальная помощь была оказана в обследовании и лечении 48 детей, а также передали продукты и предметы первой необходимости 111 семьям. Сбор пожертвований в рамках работы фонда проводится в государственных учреждениях, на предприятиях, в медицинских и учебных заведениях. Ну и последняя информация. Во дворце спорта «Юбилейный Черкеска» составилась спартакеада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по различным видам спорта и выполнению нормативов ГТО, приуроченные ко дню инвалидов. В мероприятии принимали участие более 150 человек в возрасте от 8 до 70 лет и более. Они выполняли нормативы ГТО, а также соревновались в настольном теннисе, настольном футболе, шашках и дартсе. В торжественной обстановке были награждены победители всероссийских соревнований Рустам Чотчаев, Георгий Егоров, Курман Бейдотдаев, Арафат Мамедов, Амир Абазалиев, Мурад Джимакулов и Руслан Джималиев. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы. Не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова